Шашками Алиса Рубцов занимается два года. За это время она приняла участие в десятках соревнований. Но первенство России по русским шашкам в Самарской области для нее оказалось самым удачным. На нем девочка в своей возрастной категории заняла второе место. За все время участие юных саровчан в первенствах России – это первая призовая медаль. Взять золото Алисе помешала ее соперница из Москвы. Мы с ней два раза в ничью сыграли. В третий раз я сходила не в ту сторону, и она это увидела, и шашки этого не прощают, то, что я так сходила. В десятку лучших спортсменов России вошел и Тимур Стегунов. В своей возрастной категории до 11 лет он занял девятое место. По словам мальчика, чтобы попасть в тройку лидеров, ему не хватило навыков. Мне не хватило опыта, дискомфорт был, неудобно, опыта не хватало. Но в следующий раз я приеду и там точно займу первое место. Всего в турнире приняло участие 250 спортсменов со всей России. Наш город представляли 6 человек. По словам руководителя клуба «Шашек» Олега Васенькина, турнир такого уровня – это испытание выдержки и навыков для юных шашистов. И именно в такой борьбе проявляется характер. Это очень престижные соревнования. Все самые лучшие тренеры, лучших учеников на эти соревнования. И на основе этих соревнований формируется команда сборной России даже по таким младшим возрастам. 17 апреля во Дворце детского творчества состоится первенство города по шашкам. В нем примут участие ученики общеобразовательных школ. Команда-победительница поедет на областной турнир «Чудо шашки». И если там наша команда вновь возьмет первое место, то ребята отправятся в Сочи. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.